Галина Вахитовна Иванова окончила Восточно-Сибирский государственный институт культуры по специальности режиссер клубных массовых представлений. Работает в Государственном академическом драматическом театре заведующей литературной частью. Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. Вы Галина Вахитовна? Отец у вас Вахит, да? Да, Татарин, Алёк Минский. Алёк Минский вы? Да. Вы с Алёк Минского рода? Ну, с села Мача Алёк Минского района. А отец моего отца, то есть мой дед, он, насколько мне рассказывали, он был мулой, сосланным, сосланным мулой, что он был грамотный. И вот мне рассказывали, что их высадили семьёй на берегу, на пустом месте берегу Лены, и всё. И вот так вот рассказывали мне. А потом, я знаю, я видела у отца удостоверение партизана отряда Строда, то есть мой дед, он оставил своё занятие вот мулой, и просвещённый человек пошёл воевать за советскую власть в Якутии. Образум мулла. То есть он службу проводил, службу, и стал, проще говоря, красногвардейцем. Да, красногвардейцем пошёл за бедный народ воевать. Мама мне рассказывала, что дед тоже, как бы, купеческая семья, ну, лавка у них там была, это где-то было в Кирове, на Вятке, вот оттуда они тоже вот на телегах сосланы были, это вот 30-е годы, вот оттуда откуда-то. И дед, я знаю, вот, ну-ка, мама мне рассказывала, что во время войны он работал пекарем, и, значит, приходили голодные дети, и люди просили, и он там ему просто обрезки какие-то, ну, вот агарки что-то им давал, и его осудили за это. Осудили за это? Осудили, да, и посадили, и он, кажется, и в тюрьме умер. Мачо вообще называли после революции, купцы вот были до революции, называли маленьким Парижем мачо. Там были, я помню, отец у меня был потом вот после войны, он инвалид войны, у него не было левой руки, и он был председателем сельсовета. Пятеро детей поселили в купеческом доме тогда, вот там очень много было купеческих домов, амбары такие прямо, и сундук, я помню, железный такой, кованый, большой, нам все время хотелось с ребятишком туда залезть. Вот, и весы какие-то вот были в амбарах, я помню, даже мы находили, золотые кольца находили, ну вот, видимо, купцы там прятали, вот в то время называли маленьким Парижем. Я вспоминаю наши спектакли. Три разговора Соловьева. Это история об антихристе. Вы все время говорите, я исследую русскую душу, что она из себя представляет, русская душа? Вот вы начали это исследование с трех разговоров. Я спрашиваю, почему вы взяли, Андрей Александрович, такой сложный спектакль? А вы говорите, да иду я вот мимо русского театра, смотрю, афиши висят. Выходили бабки замуж. В этой девушке что-то есть? В этой девушке что-то такое? Репертуар такой, да? Книгу, которую вы написали, это незабвенный, выдающийся, удивительный, талантливый, удивительный человек, личность, это наш... Вантин Ильич Антонов. Вот книгу вы написали. Царство ему небесное, да. Царство небесное. Ну, я успела ее выпустить, я ее к 80-летию готовила, вот при жизни он увидел эту книгу, и даже случай такой. Я чем, ну, как бы мне душу мою тешит, то, что у него, может, я раскрою секрет, у него от первого брака был сын, вот, Ульяновский, да, которого он не видел 30 лет. Маленький, вот, уехал и оставил. Вот, и когда я эту книгу издала, он эту книгу отправил своему сыну, Ульяновск. И сын приехал к нему сюда с внучкой. Ой-ой-ой, какая история. Да, да. Удивительность. Да, и потом вот он уже, они, как бы, познакомились с Машей, уже вот дочерью от второго брака, и они уже сейчас, Валентина Ильича нет живых, а они вот дружат, продолжают свои отношения. Что вот, ну, творческой палитре Валентина Ильича самое главное? Честность и правда. Вот вы правы, я согласен. Да, да. Поэтому вот эта правда, которая заложена в его душе, это совесть человеческая. Человек прошел через горнила войны, и он был на встрече, легендарной встрече на Эльбе, и, так сказать, пороха понюхал еще, дай бог, сколько, и не утратил же он вот этой любви к человеку, веры и надежды в него. И это вот, кстати, проявилось в спектакле Ивана Мадонна. Ивана Мадонна. Да, он получил премию Аюнского за эту роль. Меня удивлялось, что он сегодня вечером играл Сталина, а завтра Ленина. Вот помните такое было? Да, было такое. То есть, как бы две противоположных таких... И знаете, удивительно что? Он же не был членом Коммунистической партии. Да, вот Нина Алексеевна Константинова, тоже народная артистка. Она, по-моему, у нас... Она первая, и, похоже, что единственная народная артистка из женщин в русском театре. Тоже уже, как бы, ушедшая от нас мир иной. Вот. Они тогда были звездной парой. Ну, аристократы такие на сцене. Да, и Театральная весна Мирного. Это самодеятельный фестиваль. Я там ездила 6 лет подряд председателем жюри. Этот фестиваль, он проходит как раз в день театра. Вот неделя театра. И нас вез в поселок Светлый, глава этого поселка, Татаканов. И говорит, а как у вас там поживают Антон Ильич Антонов и Нина Алексеевна Константинова? Я говорю, а что вы их знаете? Он говорит, да вы что? Я же учился в университете. Я все премьеры на ступеньках у вас там сидел. Я ему говорю, слушайте, давайте мы сейчас приедем и позвоним Нине Алексеевне Константиновне. Она уже в Москву уехала. И у меня в записной книжке был ее телефон. Мы приехали, набираем ее номер. Я говорю, Нина Алексеевна, сейчас поздравит ваш давний почитатель вашего таланта. И отдаю ему трубку. И он, ну просто я не знаю, вот все, что у него, видимо, с юности накопилось, как он их воспринимал. Ну все спектакли, если смотрел, а они на сцене более 30 лет вместе работали. И, как правило, играли либо, ну супружескую пару, как правило, вот такие красивые, статные, оба участника войны, то есть у них в лице правда светилась. Если они вот эту правду существования актера, они ее вот со сцены несли, обмануть нельзя. Это русская школа, великая русская школа. Да, да, да. Правда. Да, правда. Подлинность. Подлинность. Искренность, да. Прилетаю обратно в Якутск, и приходит мне письмо от Нины Алексеевны. И она мне пишет, Галя, я всю ночь не спала, я вспомнила этот дребезжащий автобусик, который колесил там по Мирницким дорогам. Потому что они же ездили и на строительство Билюйской ГЭС, они строились, когда Мирный, у нас же театр как, только колышек еще не успели забить, где-то освоение идет территории, да, все, уже театр приехал, уже все, культурно обслуживать. Нина Алексеевна во время войны она была медицинской сестрой. Родясь в Куйбышеве, она успела еще закончить один курс мединститута, и вот в 42-м году она пошла добровольцем медицинской сестрой. Операционной сестрой она была. Она рассказывала, говорит, парень красивый, молодой, глаза голубые, голубые. И вот, значит, предстоит операция ампутировать ногу. И я, говорит, доктору говорю, ну давай мы его пожалеем, парень молодой такой. Ну жалко же, он говорит, ну давай, хочешь, будешь сидеть с ним день и ночь? Давай оставим, говорит. Я, говорит, помню, его Михаил звали. Давай оставим ему ногу. Ну, в общем, говорит, оставили ему ногу. Украинец парень, украинец голубоглазый. Первый спектакль, телевизионный именно, в формате Жанна, телевизионный спектакль, какой был? Человеческий голос Жанна Кокто. На экране держала правду, подлинность, искренность русской великой театральной школы. Она после войны поступила в театральную студию при театре Ленинского комсомола. И руководителем курса у ней была знаменитая Серафима Бирман, ученица Станиславского. Она закончила, еще проработала потом в нескольких театрах. И вот в 1956 году Ануфриев привез ее сюда. Вы приверживались к театру, которому есть... Да, реалистическая, психологическая школа, школа Станиславского. Вы учились в Улан-Удэнском... В Улан-Удэ, в Институте культуры. Вы у кого учились там? Я училась, но если говорить о истории театра и театроведни, нам преподавала доктор наук, искусствоведение Валентина Цирена Найдакова. Найдакова? Да, она только, к сожалению, в прошлом году тоже ушла. Она вас называла своим сыном. Так что вы говорите? Я Найдакова, что вы говорите? Я приезжала и рассказывала о ваших постановках. И она все это просто... Ну, у ней сын трагически погиб же, и поэтому она почему-то вас считала своим сыном. Желтую маску вручали в Москве тогда. Я присутствовал, и она... Ну, за служение, за преданность искусству театральному. Она, Валентина Циреновна Найдакова, она говорила о русском театре, и в то же время она говорила о театре ЦАМ, о таком бурят-монгольском таком театре, ЦАМ, буддийском театре. У нее есть книга такая. То есть, поэтому, правильно говоря, мы очень близки. Теперь я понимаю, почему мы с вами очень... Одного представления о театре. Для кого театр? Вы знаете, я вот сейчас была в Москве, и был праздник города, и там в саде Эрмитаж проходил фестиваль московских театров. Десять театров там на природе, там небольшие эстрады, беседки и так далее. Детские спектакли, взрослые спектакли. Вот прям с утра до вечера это мероприятие проходило все. Вот из десяти спектаклей мне понравился Детский, там про собачку Соню, и мастерская Брусникина, Островского леса. Ну, они даже там больше такой, как бы, этюдный играли, не сам спектакль. А за остальное, вы знаете, вроде как и Брехта, и мне стало за державу обидно. За державу обидно. Почему? Ну, Брехт, это мировое имя. Они решили, значит, объединить с поэзией современных немецких поэтов. У меня дочь с Италии приехала как раз там на три дня, и мы вот с ней смотрели. Мы только услышали эту фразу, просто нас вот вывернуло, и мы даже и смотреть дальше не стали. Вот она что-то там говорит на немецком, на немецком полуголая вся в сеточке, и тут же говорит перевод на русском парень. Он говорит, когда ты мёртвая, я тебя больше хочу. Ну, к сожалению, да, театр – это искусство, где много чего дозволено. Поэтому по прошествии времени, я думаю, что зритель-то сам, может быть, зритель сам диктует такие. Может, зритель у нас наоборот... Не знаю, режиссёр всё-таки не должен не за зрителем идти, а режиссёр должен вести за собой. У нас такой был Валерий Якочки-Лепелли. Да, Валерий Якочки-Лепелли. 12 лет возглавлявший наш театр. Вот это духовный театр. Да, да. И он же практически не ставил классические пьесы. Вот с 78-го до 90-го года, 12 лет он в главном, он поставил 20 спектаклей, всего, казалось бы, и немного, но каких спектаклей? Дети Арбата или Ивана Мадонна. Я был не состоял, не участвовал. Диктатура совести. То есть он людей, он ставил такие остросоциальные спектакли. Старый город. Да. И я, знаете, всё больше прихожу к мнению о том, что вот где родился, там и пригодился. Вот есть же русская пословица такая. Изучая историю театра, видишь, что все режиссёры были приезжие. Они всё равно, вот я так себе делаю вывод, всё равно, как инородное тело, они не приживаются. Ну вот сколько ты не вращиваешь там чего-то, оно не приживается, понимаете? То есть, как вы говорите, алмаз корнями. Да, да, да. Валерий Якович, он наш якутский, он родной, он здесь родился, он жил вот там возле русского театра, наверное, он футболом ещё в юности занимался. У него мать якутка была. У него мама якутка была. А отец латыш, да? Нет, у них латыш был дед. В 906 году сосланный сюда. Он по-настоящему русский режиссёр был. Ну, у него школа какая. Он закончил, во-первых, дальневосточную студию, потом закончил гитмик, и потом учился у вашего учителя Андрея Гончарова. И потом он больше как-то стал ездить в лавалатории Олега Ефремова и больше говорить о современности. И вот когда ты знаешь своего зрителя, потому что он тебе родной, вот там идёт твой брат, сват, друг, с которым ты футбол гонял, понятно, что ему хочется что-то такое рассказать, сокровенное, о чём они не знают. Он хотел, он взывал их к совести. Вот тут спектакль, а поутру они проснулись, тогда же эта тема пьянства, алкоголизма, поднятая Шукшуным, она же была очень актуальна. Сейчас как-то она уже сходит. А в то время он у нас 365 раз прошёл этот спектакль. Или, скажем, вот «Дети Арбата», мы приехали на гастроли в Мирный, и там было запланировано что-то, две недели, по-моему, гастроли, ну и, соответственно, весь репертуар театра. Всё поотменили, и каждый день показывают «Дети Арбата». Вот такой был спрос. И так же было в Магадане. Театр для вас, ну, поскольку вы всё-таки являетесь заведующей литературной части, театр же на основе драматургии, темы там подаётся. Хотя сейчас говорят, что театру не нужен текст, драматургия не нужна, разные такие мнения есть, но, тем не менее, основа литературы всё-таки, литературное произведение, драматургия. Вот для вас театр... Слово прежде всего. Слово, да? В начале было слово. А слово было Бог. А скажите, а на самом деле же театр же это действие, в начале было действие. Оно вышло же действие, откуда из церковных действий оно вышло? Действие, а потом слово, может быть. Может, в театре слово не является главным? Помните, я с вами как-то брала у вас интервью канун спектакля «По моему страсти поимщику» и спросила вас об ответственности режиссёра перед народом. И вы мне назвали культуролога... Бахтин. Бахтин, да. И вот как раз говорили об ответственности. Мне кажется, у современных режиссёров, если их вообще можно назвать режиссёрами, у них нет гражданской позиции, у них нет ответственности за слово, которое они несут со сцены. Им же Господь дал талант. Их же не назовёшь бесталантными, они талантливые. Они не только талант, а ещё и деньги налогоплательщика, ещё и заплаты актёров, то есть за спектакль государство платит. В этом смысле он ответственный ещё и в этом складе. О чём и речь? Я всё-таки приверженец того, что театр – это институт гражданского общества по воспитанию нравственного, духовного начала. То есть искусство должно нести всё-таки духовное начало. Оно должно нести просвет, оно должно взывать людей к совести, оно должно нести радость, оно должно нести свет. Понимаете? Как вот Антонова, это бывший генеральный директор художественного музея Пушкина, говоря о картинах современных художников, она сказала, ну, может быть, это и творчество, но не искусство. Хорошо сказано. Я вот с ней согласна относительно театрального, тоже современного искусства. Понимаете? Бахтин говорил о том, что искусство должно быть сплошь ответственно перед жизнью, но и жизнь должна быть ответственна перед искусством. То есть в каком плане? Он поджизнью-то имел, конечно, сама жизнь, которая происходит. Не только народ ответственный. Театр транслирует, отражает, как зеркало. Сегодняшняя жизнь, поэтому, может быть, театр стал таким. Или вы всё-таки считаете, что это зависит всё-таки от художника? Конечно, от человека, если его можно. Режиссёр – это прежде всего личность, как мне кажется. И личность с хорошим гражданским пониманием. Гражданина, прежде всего, ответственного за общество. Ты же с людьми говоришь. Вот смотрите, мы садимся в самолёт, да? Так. И самолётом управляет лётчик. Мы доверяем свою жизнь лётчику, да? Он профессионал, он ведёт самолёт. Человек-зритель приходит в зал. Что он принёс? Он душу свою отдаёт. Понимаете? Он доверяет режиссёру душу. А что мы в неё делаем? У Герцена, по-моему, было такое выражение, что каждый вечер в театр опрокидывается, со сцены, каждый вечер со сцены опрокидывается чаша, уже содержащаяся в зрительном зале. То есть ту тема, которой живёт народ, зритель, публика, она опрокидывается. То есть в этом плане выражение тогда Герцена получается чуть-чуть не совсем правильное. Если мы будем выражать, со сцену отражать и транслировать то, что уже есть у нас в жизни, Режиссёр должен показать отношение к этому, понимаете? А вот это другой вопрос. Пожалуйста! Мы сейчас ставим новую премьеру «Слишком женатый таксист» Рэйкуни. 13-й номер у нас идёт, 16-й сезон. Но 10 сезонов он практически шёл при полных аншлагах. Рэйкуни, юмор, сатира. Казалось бы, сатира, юмор – это самое лучшее лекарство от всех болезней и способ решения всех проблем. То есть с помощью юмора мы высмеиваем... А Островский что делал? А что Островский делал? Он высмеивал пороки общества. То есть режиссёр должен обязательно, как гражданин, несущий ответственность за то, что ты какое слово несёшь зрителю в его душу, в его сердце, ты должен высказать своё отношение к этому. Вот Валерий Яковлевич был таким, он вёл за собой, понимаете? Он зрителю показывал проблему и как её надо решать, понимаете? Или во всяком случае раскрывал эту тему. Он не обнажал эту тему. Вот вы говорите о... Ещё Спиноза, Спиноза ещё говорил о том, что в театрах и на стадионах куётся нация. Аж куётся так, да? Томас Манн сказал, в театр заходит толпа, а выходит народ. Вот так вот. А ещё кто говорил, это Гарци и Лорка или как? Народ, который не печётся о своём театре или умер, или при смерти. Вы печётесь-то как раз об этом. В актёрах нация лицезреет себя, видит себя. Все свои высоты духа, свои пороки, свои радости, своё горе в актёрах. Смотрите, сцена, да? Ну, казалось бы, ну что она там поднята на 50-60 сантиметров? А оно так увеличивает. Вот в сто раз увеличивает. Вот даже, ну, казалось бы, ну, просто. Я не говорю там о каких-то психологических вещах, актёр, да? Вышел актёр, а у него вот здесь белая нитка на костюме. Вот, ну, нечаянно приклеилась. И всё, и зритель будет смотреть на эту нитку, а уже не будет смотреть на актёра. Хоть ты там тресни, хоть что играй. А будет смотреть на белую нитку, понимаете? Поэтому сцена увеличивает. Вот всё, как увеличительное зеркало. Усиливает. Усиливает, да. Акцентирует на самое главное. Театр должен говорить о самом главном. Конечно. Вот говорить об этом, о самом главном. Но, а где развлечения? Изучая историю, смотришь, что и даже есть документы, тогда же коммунистическая партия строго следила за этим, как это так во время войны, хотя показывали по 24 премьеры в год. Можете себе представить? В год по 24 премьеры. Вот это русский театр так выпускал. В истории русского театра 24 премьеры в год. В год, да. То есть они постоянно людей, чтобы поддерживать дух человеческий. И играли в том числе и развлекательные пьесы. И вот горком партии сделал замечание. Как это так? Вы позволяете себе вот такие... Только развлекательные. А людям нужно все равно. Нужно и это. Вот просто для души прийти и просто посмеяться. Просто отдохнуть. Известное выражение, развлекая, получать. Театр для кого? Для народа, конечно. Для народа. Конечно. Искусство для искусства. Театр для фестивалей. Есть такие... Ой, вообще фестивали эти... Вы меня простите, и золотая маска. Какие критерии у золотой маски? Скажите, пожалуйста. Ну какие критерии? Если Гамлет будет по сцене с горшком бегать, вот это самый лучший критерий. Я буквально вот в тот вторник, не делая, так сказать, рекламы Синема-центру нашему, посмотрела постановку Гамлет в главной роли Бенекамбер Бетч. У меня Лиза, она в Италии же живет, она ходила на этот спектакль. Лиза, это ваша дочка? Да, да. Она там работает, живет? Она живет в Италии, но вот, зная об этом спектакле, она купила в онлайне билет и ездила прямо в Лондон на этот спектакль. Она живет в Италии, постоянно живет, да? То есть получается, что мама, как назвали деревню Париж, Алёковинскую? Мачо. От Мачо до Италии. Вот как жизнь интереса стала. Да. Дочка Виталия. Конечно, была в полном восторге. И вдруг в Синема-центре сейчас идет вот такая мировая практика, что лучшие спектакли мировые, они вот в кино показываются. Это хорошая ручка. У нас по вторникам, у нас в Синема-центре показывают, я смотрела «Гамлетов». Сильно? Лучше б я, наверное, не смотрела. Вы знаете, я сразу... Андрей Савич, я вспоминаю работу над «Капитанской дочкой» Пушкина. А, да, да. И как мы с вами берегли не то, что слово, мы запятую берегли, мы паузу берегли пушкинскую в тексте. После спектакля простой зритель, она интеллигентная женщина, образованная. На улице где-то встретили, говорит, я из Питера, я давно, говорит, не видела спектаклей по Пушкину, которые бы от имени Пушкина говорили. Мы сохранили, да. Шекспир, наверное, вот так и писал. Вот так он писал. В свое время, когда я, будучи в Италии, у дочери, была на конкурсе Паганини. Паганини родился в Генуе, и там проходит международный конкурс. Я не видела скрипачей, я не видела скрипки, звучала музыка. Скрипач сливался со скрипкой настолько, и ты на них даже и не смотришь. Ты даже их и не видишь, потому что ты слышишь музыку. Сходила на Габлета, я думаю, боже, вот это тоже камертон театральный, понимаете? Тернер поставил, режиссер Тернер. Галина Ваххитовна, вот театр, ну год театра проходит с таким огромным таким ажиотажем, с резонранцем, говорят. Вот я недавно был на оргкомитете в Москве, аж в кабинете Голодец сидел, с известными людьми театра, Калягин был, и там она сказала, что феерически проходит год театра. Я, это правда, год театра, правда, проходит феерически. То есть аж начиная от Владивостока и до Калининграда. Предложенный марафон? Марафон, Андрей Савич предложил. Да, да, но театр Ланхо еще открыл этот марафон. Вот смотрите, русский театр в этом году, вот я слышал, когда слышу, они были в Магадане, были в Чите, в Благовещенске. Ну, понятно, актеры шлют мне броветы, поздравления, радости какие-то. Но вот чем отличается тот зритель от нашего, или не отличается? Просто ошеломлены были, просто, вот именно вот этой правдой пушкинской, понимаете, это такой камертон, он приезжал, говорит, вот Башмец, Пиваков приезжал. Мы их так не встречали, говорит, как встречали капитанскую дочку. Там Купшис играл же Купшис. Да, и я потом сразу же тут же позвонила Эдису Купшису, он говорит, я вообще, он мне, потом я даже немножечко информацию написала о том, что Эдис говорит, я даже не предполагал вот такого, ко мне пришли в гримерку, просто завалились все, и каждый его выход, чего в Якутске здесь нет, а там вот каждый его выход и уход сопровождался аплодисментами. Да, он выдающийся актёром. И они пришли к нему в гримерку и восхищались, и наговорили массу комплиментов, и взяли автограф, и, конечно, актёру гастроли, это прежде всего проверяет свой уровень актёр на другого зрителя. Свой зритель всё равно уже привыкает, да, он следит за актёром в этом отношении, он может, зритель может следить, как вот актёр в этой роли сыграл, допустим, в отрицательной, а где-то он играет потом в положительной, а где-то тот же Купсрис, он же начинал с комедийных ролей, он смешил людей, он ученик великого Иозаса Мельтинниса, Паневежский театр, и тоже правда жизни, знаете, но у него вот такое было амплуа, как бы комика такого, да, и вот так, идя от роли к роли, от комика к комику, вдруг он стал переходить к ролям драматическим и даже трагедийным, таким, как Изоп, допустим, там совершенно философское, а потом Платона Аюнского мы играли, о Соломоне Мудром, Александре Македонском, «Весах мироздания» Иван Иннокентиев написал инсценировку по Аюнскому, и Эдис там играл Соломона Мудрого, и у него там монолог 12 минут, можете себе представить? Да, да, да. 12 минут! Вот в зале муха пролетит, понимаете, как актёр держит. И потом уже у него, вот у Пиранделла же есть, «Смех сквозь слёзы», да, это его формула. Через смешное зритель видит трагедию всего этого. У Шекспира портрет шута какой? Разумные ведут себя безумных сумасбродней. Это портрет шута. На Руси это юродивый был, понимаете? Он видит всё, он предвидит всё, он знает всё. Шекспир говорил, «Им по незнанию эта боль смешна». То есть вы так болеете за театр, что телезритель, может быть, даже наша боль по поводу театра может показаться смешным. Вы болеете за русский театр. Это я знаю, это видно. И, в принципе, по большому счёту, если посмотреть русский театр в российского масштаба, то что вас беспокоит в русском театре? Для сравнения возьмём в фестивале «Золотая маска» и фестиваль «Золотой Витязь». Это Николай Бурляев проводит? Да. Коля Бурляев, он стоит на православных русских традициях. И вот там нравственная чистота. Так я вот за Колю Бурляева, за нравственную чистоту. Мы можем смеяться, но зачем мы будем смеяться? Что мы будем мыслеивать? У нас вот сейчас идёт спектакль «Колега Сынишмана», где вот этот юноша, болеющий церебролиальным параличом. И, казалось бы, кто как воспринимает это? И у русского человека... В жанре стоит ирландская комедия. Это комедия? Да. И мне приходит на ум, что ирландцу как бы смешно, то русскому вот здесь плакать хочется. Понимаете? То есть они как бы высмеивают этого больного человека. А он ведь не сдаётся, он там грезит в Голливуде сыграть. И он там играет же, да? И в итоге он всё равно, как бы и любовь у него состоится и прочее. То есть он не сдаётся. И вот русскому человеку оно отдаётся болью в сердце. Галина Вахитовна, ну я же Саха-театр, обладатель четырёх золотых масок. Ну там всё-таки ценят достояние. Среди него две мои золотые маски. А вот смотрите. Тогда получается, что золотая маска, она не является выразителем русского театра. Я считаю, да. Может быть, европейского театра? Оно да, оно европейского, да, скорее всего. А русский театр разве не европейский театр? Европейская школа. Ну, театр в Россию тоже пришёл оттуда. Он не в России зародился. Театр, понимаете? Я вот всё думаю, что такое сегодня русский театр. Я не зря это говорю. Мне интересно, вот... Ну, вы человек русской культуры, это ясно. Русского театра. Там... Дед у меня и мулой был. Да, дед мулой был. Это русская. Это Россия, она такова Россия. Да. И мне очень интересно, вот как вы понимаете сегодняшнее состояние русского театра. Я везде всё-таки говорю, что мы утрачиваем русский театр. Да, утрачиваем. Я считаю, но это будет жёстко сказано, может быть, но это моё мнение, что игровой театр, вот этот, Васильевым, так сказать, зарождённый, он просто убийца, убийца русского театра. То есть искусство для искусства. Да. Я не сторонник. Искусство должно быть для народа, для театра. Но это моё мнение, знаете, потому что время всё равно диктует театру выживать. У Намжила Нембуева есть стихотворение. Эх, пел бы я о бурятках коричневых, как земля. Представляете? О бурятках коричневых, как земля. Как потрясающе. Представляете? Вот, потому что сыны своей земли. Вы же знаете, о чём с нами говорить, чем душу-то нашу тронуть. Если вы этого хотите, конечно, если вы понимаете, для чего вообще театр. Поскольку я занимаюсь работой со СМИ, то меня настораживает тот факт, что сейчас появились журналисты. Они, как бы, я вот даже в Москве нынче была летом, мне говорят, одноклассники моей дочери говорят, ой, вот там модный театр. Я говорю, боже, какое страшное для театра вы слово сказали. Модный театр. Понимаете? И вся Москва живёт хайпом. И сейчас у нас появилось. Русский театр готовит громкую премьеру. Как? Как громкую? Какую вообще? Громко. А что иметь? Только зритель имеет решать. Имеет право решать, что такое. Только он может сказать, понравился. А что значит громкая? Это скандал вокруг, да? Для этого что ли существует? Для того, чтобы привлечь зрителя громко, скандально. Вот это называется хайп. Понимаете? Театр не для зрителя живёт. Вот пройдёт лет 20, 25, 30, 40, 50. Русский театр нужен будет для нашего зрителя. Конечно. Тут даже разговоры. Говорили же. Вот появилось телевидение и больше не будет фильмов, да? Кино. Ну как не будет? И все смотрят. Всё равно идёт. Всё равно это искусство. Это древнее искусство. Человек всё равно придёт. Уже всё равно тянется к прекрасному. Искусство должно нести прекрасное. Так я спокойно могу взять любой гаджет. И прочитать книгу. Посмотреть фильм, тоже спектакль. Вот вы говорите, кино уже показывает. Энергетика совершенно другая. Совершенно другая. Ну да, ты смотришь кино, ты всё равно смотришь. Я уж смотрела, я не боюсь назвать себя профессионалом, но я всё равно с профессиональной точки зрения смотрела. Какова декорация? Как же это сделать? Боже, какая декорация? А как же это сделать? Я же за в постом работала 14 лет. А как это они сделали? Интересно. Или вот актёр, который весь вибрирует с каждым словом, с каждым дыханием. Понимаете? Чем больше искусственный интеллект обретает власть над нашей жизнью, чем больше живой актёр, живое его дыхание, живое общение, с его энергетикой, как вы говорите, оно становится ценнее. Поэтому, может быть, через 20, 30, 40, 50, 100 лет театр куда ещё больше будет востребован, чем сегодня. Помните, мы с вами ставили путь святителя, об святителе Иннокентии, Вениаминами? Да. И строки его какие? Путь от сердца к сердцу. Приходя в наш театр, приезжие с Москвы, из Питера, из других городов, они все отмечают, что наши актёры играют сердцем. Понимаете? И очень важно ещё для актёрской атмосферы, то, что наш театр, у нас практически сейчас работают три выпуска школы-студии МХАТ. Это одна школа. У вас щепкинцы, а у нас школа-студия МХАТ. Понимаете, вот Валерий Яковлевич Келепелев в свои времена, у него были разношёрстные актёры разных школ. И он так мечтал, чтобы была ансамблевость. Одна школа. Да, одна школа. А у нас сейчас одна школа. Вот эти молодые ребята, А Вантин Ильич Антонов и Александр Иванович Кузнецов передали им своё мастерство. Они играют сердцем, они по-другому не умеют. Я благодарю за содержательную нашу беседу. Хочу вот вручить вам мою книгу, которая как раз-то говорит о республике. Андрей Борисов, путь республики Саха. Здесь очень много фотографий от русского театра. Мы с вами вместе работали, я вручаю вам это. Спасибо большое. Благодарностью. Вы принесли книгу «Сотни жизни» Валентина Антонову. Вы очень точно назвали. У неё голос Валентины. Дикция потрясающая. Текст с нашей Манны Кулаковской становится ещё больше, как бы сказать, о глубине этого текста говорить не приходится, но как-то придаёт какую-то особую энергию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok